МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известный украинский ведущий Андрей Бедняков и его подруга Леся Никитюк очень любят путешествовать. Каждый уникенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить в субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Леся бросают монету. И каждый раз всё решает Орёл или Решка. Всем привет! С вами снова Орёл и Решка. И на этот раз мы с Лесей переехали в столицу Латвии, Ригу. Давай, автобус вот туда. Подойдёшь, там сбросишь кондуктор, а туда же вылез. Я прошу прощения, а монетку бросить не надо? Какую монетку? Монетку, которую мы бросаем в каждой передаче. А учили на свою голову. Подай, хорошо, иди сюда. Сейчас. Орёл. Решка. Это что значит у меня? Золотая карта? Нет, она вот так упала просто, видишь? Давай сюда. Какой золотая карта? Леся, ну зачем тебе это надо? Ты совершенно меняет всё дело. Что она меняет? Автобус там. А, автобус там, хорошо. Андрюшенька, а куда мне идти? Куда тебе идти? Автобус там. Да, да. Вон, наверное, за тобой приехала твоя машина. Абдурные, боже мой, это ужас. Рига – столица Латвии, бывшей Советской Республики. Поэтому она, в принципе, очень похожа на любой другой постсоветский город. Здесь такие же улицы, дома и кварталы, как где-нибудь в Харькове или в Минске. Так что не знаю, чем она меня, опытного путешественника, сможет удивить. А, по-моему, Андрей разбаловался. Латвия – это уже давно Евросоюз. Латвия – это уже давно Евросоюз. Латвии – это уже давно Евросоюз. �도я – это уже давно Евросоюз. Это же Мазератти! Боже, первый раз я с золотой картой, и так повезло. Можно совершенно не разбираться в машинах, но даже дети у нас знают, что Мазератти – это круто. А как вас зовут? Валдис. Валдис. А мне Лестер. Мазератти – это высокая автомобильная мода. Безупречный, изысканный и до неприличия дорогой. Взять на два дня в аренду с водителем 2000 евро. Красивым девочкам, красивым машинам. А не дуже красивым, Шерли ТВ. Вези меня в Валдис. Вези меня на край света. Кожаный салон, ручная сборка, сделана по индивидуальному заказу, 450 лошадиных сил. И все это мое на два дня. Представляете, чтобы получить кожу такого качества, я где-то слышала, что коровы сидят на специальной диете, и там их поят пиво. Зрители выпуска о Петербурге остались недовольны тем, что я там со всеми здоровалась. А я все делаю искренне, от чистого сердца. И считаю, что всегда надо здороваться. Здравствуйте. 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 Это такой вот чудо-автомат, в котором ты можешь купить себе проездной билет на целый день. Стоит это один лад 90 сантимов. Причем этим проездом я могу пользоваться в любом виде транспорта. Трамвай, троллейку, с автобусом. Но автомат, к сожалению, такую крупную купюру, как у меня, принимать отказался. Обидно, досадно, да ладно. Латвийский лад – одна из самых крупных денежных египет в мире. 50 лад – все-таки большие деньги. 800 гривен на секундочку, по-нашему. Вот это вот, кстати, 5 лад – это самая мелкая здесь купюра. Самая мелкая. Чтобы вы понимали, на наши деньги это 75 гривен. Вот я держу 75 гривен. А вот это вот – 2 лада. Это 30 сал, по нашему деньги. Вот 30 гривен. Автобус номер 22 едет в центр где-то полчаса. Ну что, друзья, мой первый пятизвездочный отель – Галери Парк. В принципе, как и все, первая в моей жизни. Боже, 5 звезд. А шестая вышла с Масерати. Ой, так волнуйся. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Леся. Я буду у вас сегодня жить. Скажите, пожалуйста, а есть свободные номера? Да, конечно. Такой номер вас интересует. Подороже. Есть в наличии. Самый дорогой номер в лучшей гостинице Риги называется «Императорский». И стоит 1820 евро. Мурашки по коже. В Киеве-то я живу в однокомнатной квартире-хрущевке. Добро пожаловать в номер. Рига – северная столица. Как и по всей Балтике, погода здесь очень переменчива. И за день может меняться 6, а то и 8 раз. В моем случае это обернулось тем, что когда я приехал в центр, начался затяжной и промозглый дождь. Настоящий, балтийский. Делать нечего. Нужно покупать зонт. В ближайшем магазине оказались только дорогие дизайнерские зонты. Восемь сорок шесть. Восемь сорок шесть. Восемь сорок шесть. Почти семнадцать долларов. Вот так. Шестнадцать долларов сразу и нет. Ваш номер носит название «Императорский свит». Конечно же. Это самый роскошный и самый дорогой номер в странах Балтии. Конечно же. Номер имеет антикварную мебель, которая куплена и привезённая с аукциона Франции. Вот такой стул на кухню, если я хотела. Также роскошная терраса с видом на шикарный пак. Непременно. Ну что вам сказать. Обстановка по-настоящему императорская. Колонны с позолотой. Лепнина на потолке. Чувствую себя как в музее. Желаю вам приятного отдыха в городе Рига и в Галари-Парк-Отеле. До свидания. Спасибо. До свидания. Божественно. Вот так отдыхают настоящие хмельничане. Боже, какая вкусная. Самое прекрасное, что есть в Риге, это старый город. Это типичный такой европейский старинный центр. Здесь нужно неспешно гулять пешком и наслаждаться узенькими улочками и средневековой архитектурой. Дождь, между тем, прекратился, как по волшебству. Внимание! Наша фирменная музычка для тех случаев, когда я попадаю в идиотские ситуации. Тут только со мной могло такое случиться. Не успел потратить 16 баксов на зонт, как дождь сразу закончил. Класс! Купите зонт. И что, ему удобно? Будет 21. Экскурсию не желаю сейчас. Не, спасибо, не хочу. У меня вот в руках моя экскурсия. И обед, я думаю, мой в руках у меня сейчас. Скажите, а можно зонт сдать? Я купил сегодня зонт, и я хочу его сдать обратно. Был дождь. Мне он не подходит просто. Я пришел, посмотрел под брюки другие, а они были... У меня брюки красные, а зонт синий. Ну ладно. Нет так нет, хорошо. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Фокус не прошел. Так вот, вернемся к Старой Риге. Как и полагается старинному центру, многие улочки окутаны легендами и преданиями. Вот, например, знаменитый дом с котами. Предание гласит, что владелец дома господин Блюмер был обижен тем, что его не принимали в купеческую гильдию, которая находилась как раз напротив его дома. Тогда он заказал статую огромных черных котов и разместил их таким образом, чтобы их хвосты и то, что под хвостами, находилось как раз напротив окон гильдии. После долгих судебных разбирательств господина Блюмера все-таки приняли в гильдию, а коты были развернуты в более дипломатичное положение. А вот эта вот главная достопримечательность Риги, можно сказать, что это сердце этого города, сердце всей Латвии. Это собор Святого Петра. То есть его изображают на всех открытках, на всех плакатах, постерах, значках, магнитах. Посмотрите на часы. Они точно такие, как были в Средневековье. Там есть только одна стрелка – часовая. В те времена делать часы с минутной стрелкой еще не умели, и люди столетиями прекрасно обходились часами с одной часовой стрелкой. Старый город в Риге так хорошо сохранился, что во времена Советского Союза в Риге снималось огромное количество фильмов. Когда нужно было показать Лондон, Берлин или Париж, приезжали сюда, в Ригу. А вот здесь, на этой такой узенькой, но очень красивой улочке, снимались такие фильмы, как «Семнадцать дамений весны». «Цветочные улицы». Шерлок Холмс. А сейчас тут снимается еще и «Орел и решка». Представьте, три знаменитых блокбастера на одной улице. Тихонов, Ливанов, Бедняков. Заселившись в отель, я пошла на спа-процедуры. Ну, простите меня. В конце концов, имеет человек с золотой картой право пожить в сласть или нет? Субтитры делал DimaTorzok Осмотрев за полдня исторический центр, я решил проехаться чуть подальше, к греческой телевышке. Говорят, с ее смотровой площадки открывается великолепный вид на город. Правда, сама башня находится на окраине, там, на Заячьем острове. И сначала нужно ехать на автобусе, а потом еще идти от остановки по жаре минут 20. Фу! Да, конечно, не очень похоже на цивильный аттракцион какой-то. Скорее на военную базу. Сама башня в стиле представления советских архитекторов о будущем. И напоминает ракету. Ее высота 368 метров. Говорят, большинство рижан никогда на ней не было. Ну, наверное, как Киев, мало кто из киевлян поднимался на родину-мать. Ох, так, а куда дальше? Здрасте. Я что? Ну, нужно с ума сойти пока к вам дойти. Скажите, мне нужен билет на... Где подняться на обзорную площадку. А в какую цену? Потому что я так понимаю. 2 лата 60. 2 лата 60 сантиметров, да? Первое, что бросается в глаза, это не Рига, а грязные окна. Ладно, прислоняемся поближе к стеклу и наслаждаемся видами. Отсюда можно увидеть весь город со всеми пригородными. Рижский залив и реку Даугаву. В чем-то Рига похожа на Киев. Ну, вот посмотрите, были трепостники. Вы знаете, Латвия, наверное, единственная страна в мире, где есть статус гражданина и статус негражданина страны. После распада Советского Союза и обретения Латвии независимости 20 лет назад, гражданство Латвии получили только коренные жители. Все остальные, в основном этнические русские, автоматически стали негражданами. Неграждане имеют отдельные паспорта, где так и написано, что они неграждане Латвии. Латвийский негражданин не может голосовать и участвовать в выборах. Негражданин не имеет права занимать государственные должности. Например, не может стать полицейским или пограничником. И еще. Неграждане не являются резидентами Евросоюза. То есть не могут свободно передвигаться по еврозоне и должны получать визы. Многие неграждане на это обижаются. Мне незаконно отобрали гражданство. У меня была гражданка СССР, а теперь я не гражданка. Стать гражданином не очень сложно. Нужно просто сдать экзамены на знание латвийской истории, конституции и на владение латвийским языком. Чтобы стать гражданином, есть такое дело. Надо быть лояльным государством. Значит, там, знать хотя бы гимн латвийский, научиться язык. Можно ждать на гражданство там язык? Можно, можно. Но, например, мне их язык тоже нахрен не упал. Я думаю, это чисто лень. Реально лень научиться язык. За 20 лет, я думаю, это можно было сделать. 20 лет назад неграждан было 30% населения Латвии. Сегодня большая часть из них уже сдала на гражданство. А вот многие из оставшихся считают сам принцип экзаменовки оскорблением. Какая засунут они это своё гражданство в себе в дырку и, блин, это... Не материться не начать. Не буду в это углубляться. Пойду ещё город просматриваю. Мне интересно, как там лесят тратить деньги? Морской пилинг тела на горячем мраморе. Клюквенный скраб с ароматами ягод. И корректирующий массаж янтарными камнями. Рига стоит на реке Доугава. Прямо в самом центре, под банковым мостом, есть уникальное развлечение, которое изобрели всего год назад. Эта штука называется флайборд. Совсем новое развлечение. В Украине, например, я такого не видела. Благодаря флайборду человек может, внимание, прыгать, нырять как дельфин. На секундочку. И взлетать над водой на высоту 10 метров. Ну, это так может делать вот тот красивый мужчина, а я только попробую. Для начала, тебе на ноги крепят водометные ботинки, а на руки стабилизаторы напора воды. Ботинки шлангом крепятся к гидромотоциклу, откуда насосом подается вода под высоким давлением. Через 15 минут у меня все получилось. Ощущение непередаваемое. Чувствуешь себя, как настоящий супермэн. Супермэн шапу из. Улица Альфреда Калинина – самая развратная улица в Риге. Вот и по левую, и по правую сторону стриптиз-бары. Магазинчики разные там. Массажные салоны. В общем, все с намеком на клубничку, друзья. Икс, икс, икс. А вот и мой хостел. Здесь, кроме того, что продаются всевозможные... Так еще есть вот такие кабинки. Вот мой хостел. Здесь же, кстати, базируется и лучший хостел в Риге. Мы привыкли думать, что хостел – это такая дешевенькая, грязненькая ночлежка, где можно перекантоваться ночью, если уже больше деваться некуда. Часто так и бывает, но есть хостелы значительно более стильные и комфортабельные, чем даже трехзвездочные отели. Первое впечатление, когда входишь, кажется, что ты попал в дорогой лаунж-клуб. И музыка играет соответствующе. Здравствуйте. На мой звонок вышла Ильена, хозяйка хостела. Она пригласила меня осмотреть помещение и рассказала, что концепцией ее хостела является путешествие. Все комнаты отличаются друг от друга и посвящены разным городам мира. Первой мне показали комнату, которая оформлена в стиле Рига. Красиво. Здрасте. Здравствуйте. Человек из разных стран мира. Такая комната называется Дермитория. Ой, какой потолок у вас прикольный. Это реально... Ой, посмотрите, это план Риги, да? Всего города или только центра? А старого города? Макдональдс есть. Стоимость койки – 10 евро в сутки. Душ на этаже. Вы скажите, а это вот такой чулан? В личном сундуке с замком можно оставлять свои вещи, не боясь, что их кто-то украдет. В Лондоне могут остановиться до 4 путешественников. Нужно и одному, но тогда придется выплатить стоимость всего номера. Интересно, что телефонная будка играет здесь роль шкафа. Я думал, это душ. Тропический остров Бора-Бора. Здесь помещаются два человека. Стоимость – 40 евро. Жарко, рюкзак сброшен. И, наконец, самый дорогой номер. Токио – 45 евро. Приватная комната на двух человек с личным душем. Ух, ах, ёшкин кот. Посреди коридора есть огромная книга отзывов, на которой туристы оставляют свои автографы. Как и в любом порядочном хостеле, здесь есть большая кухня, на которой есть холодильник, плита, сковородки и вообще все необходимое для того, чтобы можно было готовить самому. Есть даже брошюра местных рецептов. Это очень удобно, когда у тебя немного денег. Купил продукты в ближайшем супермаркете и сам себе готовишь. Это минимум в два раза дешевле, чем питаться даже в самых дешевых забегаловках. Единственное условие – за собой всегда нужно мыть посуду. Есть даже стиральная машина. Не, я чистый, я чистюлька. А вот Леся у меня такая грязнуля. Ну, вторая ведущая, смотрите, мы здесь в самолете летим, она пудинг ест. Ну, разве не круто? Хостел в самом центре, стильные номера, койка за 10 евро в сутки и симпатичная хозяйка в придачу. Ну, что еще нужно для жизни? Потом она в этом нижнем белье, естественно, уже под этим делом, становится на сиденье. Пилот у меня, я ее заволок. Все, печем. Ладно, я решил, если я в Риге, то, наверное, все-таки остановлюсь в Риге. Вы не смотрите на этот скромный вход и на эту скромную вывеску. Это самый лучший ресторан Прибалтики. Кто туда идет? Я. Здравствуйте. Я Леся. Очень приятно. Для меня у вас заказан стол. Ага, хорошо, пожалуйста. Спасибо. В этом ресторане посетитель сам блюдо не выбирает, а полностью доверяется выбору шеф-повара. Благодарю. Я так и сделала, только попросила, чтобы шеф-повар выбрал мне что-нибудь из высокой латышской. Я тоже хочу попробовать латышскую кухню. Правда, ходить по ресторанам у меня нет денег. Но это совсем не значит, что я не могу попробовать какое-нибудь национальное блюдо. Кухня у меня есть, осталось только затариться в супермаркете. Я буду варить знаменитый прибалтийский молочный суп с селедкой. Ну да, такое вот странное сочетание, но я вычитал этот рецепт в кулинарной книге. Вместо селедки, правда, я взял голову лосося. Ну и еще лососевые косточки. Дешево и звучит по вкуснее. Для супов подойдет. Вкусно будет. Ой, слабо я представляю, как я буду готовиться, но... Раймонд, подскажите мне, пожалуйста, как правильно есть, потому что последний раз я ела черную икру никогда. Ну, во-первых, надо бокал шампанского. О, давайте. Вот это мне нравится, этот подход в Риге. Шампанское у нас сегодня Деламате. Вот, французское. Я Деламате с детства пью. Пожалуйста. Так, ну что ж, начнем. Очень вкусно. Ты знаешь, сколько жила, такого не видела. Итак, молочный суп с рыбой. Короче, для моего супца, мега-мега супца, сначала нужно почистить картошку. Вперед. Учитывая, что последний раз я чистил картошку никогда, то задание оказалось не из легких. Ну, а что бы вы? Дальше нужно помыть, почистить и нарезать рыбу. Как бы сказал Борис Бурда, это будет ваша месть. А вот вырвать из головы жабры оказалось сложнее, чем почистить картошку. Жабра не пойдет. Я люблю суп с жабрами. Дальше нужно нарезать трепчатый лук и зеленый лук. И вместе с картошкой, значит, отправить его в кастрюлю. Туда же и рыбью голову, кости и, прости господи, молоко. Мне кажется, я могу сюда и вот эту вот тряпочку бросить, она никак не испортит вкус этого мега-супца. Вообще, такие странные сочетания ингредиентов – это особенность латышской кухни. Например, у них есть манная каша со взбитыми белками, пивной суп с сухофруктами. И даже суп с черешней. Так что мой рыбно-молочный суп – это еще не самое странное, что можно найти в национальной кухне Латвии. Честно говоря, стрёмно пробовать. Все-таки рыба, молоко. Десерт. Ягоды – это тоже традиционная латышская фрукта. О, мой Бог, Мартин, это реально ты? Пейте это десерт из неба. Все. В ресторане «Винцент» фруктику подают на огромном куске льда и заливают ее дорогим шампанцем. Так, латвийский молочный суп с рыбой. Поехали. Ну, не шутками, но есть можно. Я не знаю, сколько Леся заплатила за свой ужин в ресторане, но мой суп обошелся мне в 2 латта и 17 сентября. Здорово! Суп «Жабрами» Победняковский должен быть не только вкусным, но еще и полезным. Поскольку Рига находится на севере, летом в 10 часов вечера здесь светло, как днем. Конечно, хостел классный, но... Я мешаю вам решить, я просто тихо говорю. Ну что ж, на новом месте приснись, жених, невесте. Спокойной ночи, жених. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ах, все-таки дармитория есть дармитория. На завтрак я решил попробовать еще одно известное рижское блюдо. Мне кажется, что шпроты любят все. И они так аппетитно выглядят, что я уверен. Вот смотрите вы сейчас на меня и так и хотите бутерброд со шпротами. Слюнки у вас текут. Ой, вкусно. В столице Латвии 10 утра, я с нетерпением жду свой императорский завтрак. Доброе утро. Вот я думала, чем вас еще удивить и себя порадовать. Вчера у меня был Мазерати, а сегодня люксовая версия от танка. Вот она моя крошка. Сегодня я буду перемещаться на этом автомобиле-монстре. Он называется Дартс. Дартс – латвийская компания, которая производит такие вот бронированные машины для полиции и армии. Андрей уже побывал в Старой Риге, а я вот поехала посмотреть на обычные городские кварталы. За пределами центра Рига мало отличается от клинских городов, вроде Львова или там Днепропетровска. На окраинах большие одинаковые спальные районы. Есть, конечно, интересные местные особенности, вроде вот трамваев с одним рогом. Но в целом все напоминает наш родной украинский пейзаж. Только дороги получше и люди понежнее. Кстати, о людях. Как и все европейцы, на дыше обладают значительно большей внутренней свободой, чем наши соотечественные. Я вот не могу себе представить, чтобы в каком-нибудь украинском аэропорту произошел инцидент, который случился со мной еще в самом начале программы. Очень милый костюмчик. А что это у тебя там такое? Ой, не надо! Так все, мальчики, идите! Боже, господи! Боже, первый раз в жизни с машиной повезло, с мужиками как всегда, понимаешь? Честное слово. Ну что ты, ну зачем ты это сделал? Боже, Дима Калиденко, честное слово. В целом, Рига довольно приятный город. Но кроме впечатляющего исторического центра, гулять здесь, как мне показалось, особенно негде. Однако в 30 километрах от Риги расположена Юрмала. Знаменитый город-курорт, в котором проходят новая волна, Юрмалина и всякие другие фестивали. Я решил поехать туда на весь второй день. Жутко интересно. С центрального вокзала из Риги в Юрмалу ходят электричка и маршрутка. Сейчас будете над мной смеяться, но я поеду электричкой, потому что там дешевле на 13 сантимов. Экономия важнее. Электричка идет примерно полчаса. Кстати, Юрмала – это не город, а собирательное название 30-километрового побережья, где расположены такие города, как Булдуре, Дубулты или, прости господи, Яунтбулты. Я вот вышел в Майоре. Все, я на месте. Оказалось, что на всю Юрмалу есть только одна туристическая улица – Йомас. О самой улице сказать особенно нечего. Обычный себе прогулочный бульвар, как в Ялте, Сочи, Карловых Варах или тысячи других курортных городов. На каждом углу продаются сувенины. Здесь много кафе и ресторанов, в которых отбоя нет от посетителей. А так, ну что еще? А, здесь еще какое-то нереальное количество декоративных курортных собак. Сотни. Еще известно, что неподалеку от Йомаса есть жилплощадь у многих звезд российской эстрады. И на Йомас приходят, чтобы случайно постоять с ними рядом на улице или, чем черт не шутит, даже посидеть за соседним столиком в кафе. Здесь обычно гуляют звезды российской эстрады. То есть Райман Паулс, Игорь Крутой, Лайма Вайкуле, Пугачева, когда сюда приезжает. Здесь можно встретить абсолютно всех. Даже можно встретить, если вам повезет Виктора Павлика, который здесь занимается сбытом клубники. Так, а вон и Юрко Юрченко у нас, значит, там продает баклажаны. Но главная достопримечательность Юрмала – это вовсе не Йомаса. А вот здесь, за этим забором и высоченными кустами, находится концертный зал «Дзинтери», знаменитый на весь СНГ. Здесь проходит песенный конкурс «Новая волна», приезжает Масляков с КВНщиками. Юрмалина проводится, здесь выступает Евгений Петросян, Елена Воробей, гальцы, в общем, все монстры юмора. Жалко, не видно отсюда зал, но можно постоять за заборчиком и послушать, как шутит Елена Воробей. К сожалению, в день, когда я приехал, никаких концертов в зале «Дзинтери» не было. И мне пришлось довольствоваться созерцанием забора и кустов. Вот, девочки, если вы мечтаете о маленькой красной машинке, то я вам скажу, что это все ложь. Нормальной женщине нужна аромальная бибика. Ну и маленький самолет для счастья. Знаете, все, что со мной происходит в Риге впервые. Первый раз я жила в пятизвездочном отеле. В первый раз попробовала черную икру. Сейчас первый раз полечу на спортивном самолете. Дамы и господа, с вами говорит командир самолета Леся Никитюк. Приятного полета. Одинокие мужчины, сейчас вам предложат шампанское, но то прошу не заливать с тюмтесом. Инс, вы что, взлетели? Поворачивай! Лево давай, налево! Я знаю, что я взлетела. Мы сейчас на какой высоте находимся? Вид? 300 метров. Мы набрали ту высоту, которая нам нужна. А сколько зелени вокруг? А воды сколько? А коровки какие маленькие! Боже мой, Андрей, какой ты счастливый, что в отличие от меня путешествуешь вот как уже год. Что ж, Йомос меня не слишком впечатлил, а Цинтори закрыт. Из туристических примечательностей осталось еще море. Первое, что бросается в глаза, когда приходишь на пляж в Юрмале, здесь много отдыхающих и много водорослей, которые не очень хорошо пахнут. Море в Юрмале очень холодное, поэтому большинство отдыхающих используют его как еще один прогулочный бульвар. Кроме того, море в Юрмале очень мелкое. Для того, чтобы окунуться хотя бы по грудь, говорят, нужно идти полкилометра. Так, ну что, искупаться, что ли? Не зря на море же приехал. Сейчас водичку сначала попробую, а потом уже нырять. Разбегаться и выбегать отсюда, потому что вода холодная. Капец. Ух ты, ё-моё! Как они здесь купаются? Это моржи просто, я не знаю даже. Ух! В итоге получается, что Юрмала – это очень странный курорт. Не слишком примечательная пешеходная улочка, концертный зал Цинтори и холодное и мелкое море. Вот и все, что здесь есть. Кроме того, сезон здесь длится всего два месяца – с июля по август. В остальное время здесь дуют пронзительные прибалтийские ветры. Так, ну что ещё? Там вон мороженое продают. Сосна. Люк. Афиши. Столько всего. Делать всё равно нечего, а деньги у меня ещё остались. Не сидеть же мне Сиднин. Подарок мне? Так я ж одну не сбил. Всё равно. А удачный суть. А-а-а! Будет Леся подарок. И ещё один подарок. Да. Ну всё, посмотрел Юрмалу – пора назад. И все знают, что употреблять жевательную резинку нужно после каждого приёма пищи. А я знаю. Друзья мои, ведущая новая, а традиция старая. Вот как и обещала, прячу для вас 100 долларов в городе Рига. На этот раз бутылку со 100 долларами мы спрятали на бульваре Зигфрида Анны Мейровица, напротив дома номер 12. В отверстии первого фонарного столба, справа от велосипедной дорожки. Ну всё, сейчас на здоровье. В отличие от многих других городов, в которых мы побывали, Рига, мне кажется, это отличная идея для уикенда. Перелёт занимает всего полтора часа, а двух дней как раз хватит, чтобы неспешно рассмотреть все достопримечательности. Рига мне понравилась. Но ещё больше, чем Рига, мне понравилась золотая карточка. Подороже. Ну что ты, ну зачем ты это сделал? Скажите, а можно зону сдать? Боже, пять звёзд, а шестая вышла с Масрадти. Жабра не пойдёт. Я люблю суп жабра. Надо быть лояльным государством. Андрюша! Андрюшенька, сколько счастья! Это же первая золотая карточка в моей жизни! А ну считай, а ну снимай. Икра чёрная. Отдыхала в императорском номере. Каталась на Мазератти. Ты как? Ну, уже хуже. Знаешь, ну, в принципе, по-человечески безумно за тебя рад. Я желаю, чтобы это был твой первый и последний раз золотой карточка. Чтобы без неё было мне как-то не по себе. Хотя... И что ты начинала? Рига мне очень понравилась. Очень хороший, домашний, уютный, но маленький городочек. Вот я его обошёл полностью и даже успел махнуть в соседнюю юмолу. И не просто махнул. Блондинка ты моя. А я на Мазератти. Я на Мазератти езжу. Принёс. Какая сумочка. Я хотел себе её смотреть. Ура, смотри. Так. Подарок. Там открой ещё. Ой, какой, Андрюша, спасибо. Боже. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»